15 июля стартовала специальная программа студенческого туризма в России. Кто из студентов уже принял участие? Мы посетили горы, посетили ущелья, посетили великолепное население 10 века. Немецкие биологи ответили на ключевой вопрос о происхождении жизни. И это как раз из-за того, что как дым, когда-то давно вся жизнь могла обходиться без дуков. Фрагменты скелета какой рептилии хранятся в музее Казанского университета. Эти самые ящеры, они тут очень сильно расплодились. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Энджемини Баева. В Казанском федеральном университете опубликовали первые приказы о зачислении иностранных граждан в число студентов на программы бакалаврията, специалитета, магистратуры очной, очно-заочной, заочной форм обучения на 2021-2022 учебный год. Отметим, иностранные абитуриенты могут подавать заявление на поступление в КФО до 15 августа. Для них также пройдут внутренние вступительные испытания. 15 июля стартовала специальная программа студенческого туризма в России. Молодые люди, обучающиеся в вузах, имеют уникальную возможность побывать в разных уголках нашей страны. Одна из таких точек на туристической карте студентов стал Казанский университет. Программа студ-туризма в пилотном режиме реализуется в 15 вузах страны. В проект вошли в вузы, которые выбраны по результатам опроса студентов. Казань и Татарстан стали одними из самых популярных направлений. Казанский федеральный университет – единственный вуз Татарстана, вошедший в этот список. Как прокомментировала директор департамента по молодежной политике Казанского университета Юлия Виноградова, на данный момент от студентов поступило 178 заявок. Принять их могут до 15 августа. Ограничение временных рамок связано с началом процедуры заселения в общежитии КФУ. Для участников программы выделено порядка 100 мест. Проживание студентов в деревне-универсиаде обходится 100 рублей в сутки. Питание либо за счет студента, либо за направляющие организации. И также, когда принимающие организации мы обеспечиваем их, мы встречаем, мы консультируем по поводу туристических маршрутов, время здесь нахождения, подсказываем, консультируем, как можно организовать свой день. И также вместе со студентами их сопровождаем здесь. Студенты могут приезжать как индивидуально, так и в составе групп. Программы пребывания рассчитаны от 3 до 5 дней. Аспирант первого года обучения МГУ Валерия Гнатовская приехала вместе с подругой на 3 дня. Она рассказала об условиях проживания в деревне-универсиаде. Мы приехали в деревню-универсиаде. Нас очень быстро заселили. Общежитие квартирного типа, что очень сильно радует, потому что внутри есть и своя мини-кухня, причем до мелочей всяких, то есть и духовка, и холодильник, и все-все-все, что нужно. Туалет, ванна тоже находятся там. При этом у нас комната на самом деле на 4 кровати, но мы живем с подругой вдвоем. Соответственно, ну тоже это не может не радовать. Очень много свободного места. Специалистами вуза разработано несколько туристических программ, охватывающих главные достопримечательности Казани и Татарстана. Отметим, активное участие в проекте принимают и студенты Казанского федерального университета. Несколько групп обучающихся уже посетили Великий Новгород, Владикавказ и Ростов-на-Дону. Студентка 4-го курса и ФМК Казанского университета Эмма Закирова побывала во Владикавказе в Северо-Осетинском университете. Северо-Осетинский государственный университет принял нас очень радушно и очень тепло. Мы посетили горы, посетили ущелья, посетили великолепное селение 10 века, невероятные просто пейзажи, шапки снежные. Это все незабываемо до мурашек и очень хочется вернуться. Студенты российских вузов могут посетить разные города, проживать в общежитиях университетов. В вузах принимающая сторона организует культурно-опознавательную программу, встреча с представителями студенческих общественных организаций и объединений, познакомиться с достопримечательностями университета, города, региона и молодежными объектами. Елизавета Никитина, Радмир Сифулин, Универньюз. В Казанском федеральном университете стартовала бесплатная образовательная программа для социальных предпринимателей, обучение которой продлится до 31 августа. Проходят 78 представителей малого и среднего бизнеса со статусом социальных предприятий. Немецкие биологи ответили на ключевой вопрос о происхождении жизни. Все подробности в следующем сюжете. Немецкие биологи экспериментально доказали, что молекулы транспортной РНК могли стать главным элементом в эволюции ранних форм жизни. При определенных условиях они способны собираться в функциональные единицы, воспроизводящие генетическую информацию в геометрической прогрессии. Этот же самый аппарат биосинтеза белка, он включает в себя, как известно, рибосомы, но в рибосомах именно каталитическую функцию, то есть функцию присоединения отдельных аминокислот к растущей пепсидной цепи, выполняют не белки, а РНК. И это как раз в связи с того, что как дым, когда-то давно вся жизнь могла обходиться без белков. Уже раньше было известно, что одни молекулы РНК могут строить другие молекулы РНК на основе какой-то матрицы, но сами себя реплицировать не могли. Но удалось создать систему, подобную той, которая существовала в те далекие времена возникновения жизни на нашей планете. Раньше, на ранних этапах зарождения жизни, скорее всего, эта группа малых РНК, она была предназначена для того, чтобы позиционировать определенные аминокислоты вблизи активного центра так называемых рибозимов. Это молекулы РНК, которые выполняют ферментативную функцию, катализируют какие-то реакции, такие, как сейчас в основном делают разные белки-ферменты. Когда-то давно белков не было. Были рибозимы. Отдельные аминокислоты лишь помогали этим рибозимам выполнять тот или иной катализ. Постепенно начал замещаться процесс катализа, именно белковой части молекулы, потому что так более выгодно с химических и термодинамических позиций. Постепенно так белковый мир начал формироваться, но он формировался не в вакууме, а именно на основе мира РНК. На тот момент существовали все разновидности молекулы РНК, которые нужны были для того, чтобы процесс самоорганизации, размножение, самоподдерживание, обесечение гомеостаза, все это уже существовало. И вот на основе вот этого древнего мира формировался уже белковый. По мнению ученых, транспортная РНК, действующая как посредник между РНК и белками, могла быть ключевым элементом в эволюции ранних форм жизни. Следы той древней РНК жизни присутствуют в каждом из нас до сих пор. Множество базовых биологических процессов по-прежнему основаны на молекулах РНК. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ихтиозавр — это отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, похожую чем-то с рыбой и дельфином. Фрагменты скелета этой мезозойской рептилии есть и в Казанском университете. Уникальные кадры в нашем следующем сюжете. В Западной Европе все университеты имели такие коллекции, но сейчас они все утрачены. Создалось только три штуки. Казань. Это все ихтиозавр. Вот все, что здесь есть, почти все, это было куплено. Мы в Геологическом музее Казанского федерального университета. Прямо сейчас у меня в руках фрагмент нового вида скелета ихтиозавра, который нашли на границе Ульяновской области и Республики Тарстан. Ну и здесь представлены все фрагменты нового вида скелета ихтиозавра, который русский геолог и палеонтолог Владимир Ефимов передал Казанскому университету. Это результат совместного сотрудничества двух научных учебных учреждений. Западно-Казахстанского университета имени Мохамбета Утимисова и Казанского федерального университета. Сам Владимир Ефимов уже на протяжении 40 лет изучает отложения Среднего Поволжья. Заведующий фондово-монографическим отделом Геологического музея Казанского федерального университета Геннадий Сонин рассказал нам о том, как ихтиозавры появились по Волжье. И вот эти самые ящеры, они тут очень сильно расплодились, поскольку залива было много и процессы эволюции шли очень разнообразно. То есть, чем больше самых разных возможностей, разных условий, то возникают различные всякие организмы. Так вот, у нас как раз наша юра по Волжье, она очень знаменита тем, что у нас вот здесь, академик Павлов все это описывал, у нас описано здесь огромное количество всяких эволюций, всех беспозвоночных, и вот развивились даже позвоночные, это вот как раз район Ульяновска, район Сызрани, и туда дальше, вплоть до Кавказа. Значит, у нас здесь большое количество этих находок, этих древних ящеров. Геннадий Сонин также рассказал, что Геологический музей Казанского федерального университета располагает уникальные коллекции доктора Кранца. Сейчас многие подобные коллекции утрачены и остались только в трех местах. Одна из коллекции в Казани. У нас одна из, вот один как раз вот этот вот, и настоящий ктиозавр из вертамбургских сланцев Германии. Геннадий Сонин отметил, что очень сложно извлекать сами находки, тем более целые скелеты. Поэтому ЮНЕСКО выделили деньги, чтобы на месте был организован музей, с которым и сотрудничал российский палеонтолог и геолог Владимир Ефимов. Илья Андреев, Ленар Довлетяров, Универньюз. На этом все. В студии была Энджа Минебаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова